Что мы знаем о ледниковом периоде? Холод, лёд, племена пещерных людей охотятся на мамонтов. Снежные пустыни до самого горизонта, населённые страшными саблезубыми хищниками. Почему этот период называется ледниковым? Было ли всё на самом деле так страшно? И что человечеству удалось выяснить об этих далёких временах? Ледниковый период – это эпоха, когда температура на Земле значительно снижается. Большие участки суши и даже целые континенты оказываются покрыты льдом. Уровень моря понижается, обнажая безжизненное морское дно и обрекая жителей бывшего берега на незавидную участь. С понижением уровня моря и падением температуры уменьшается и количество осадков. Дальше начинается засуха и опустынивание нетронутых ледниками земель. Такие периоды могут длиться сотни тысяч и даже миллионы лет и чередуются с более тёплым временем, известным как межледниковье. В одном из таких межледниковых периодов мы с вами прямо сейчас и имеем возможность наслаждаться высоким уровнем моря, тёплым климатом и другими приятными вещами вроде полей, степей, лесов и регулярного дождя, который всё это дело питает. Но современный нам комфорт был на Земле далеко не всегда. Исследования показывают, что ледниковые периоды на нашей планете случались неоднократно и заметно влияли на её обитателей. Одна из гипотез даже предполагает, что так называемый Кембрийский взрыв, резкий рост жизни на планете, стал возможен только благодаря льду, покрывавшему всю Землю. Где-то до середины 19 века человечество представляло климат нашей планеты как стабильный и практически неизменный. Цивилизация не имела даже примерных знаний о прошлом планеты. Каков был её возраст? Библейские 7 тысяч лет или, предполагаемые астрономами того времени, несколько сотен миллионов лет? Господствующей на тот момент была теория о том, что Земля, образовавшись в неопределённый момент времени как раскалённое лавовое море, дальше медленно теряла тепло. В северных широтах находили ископаемые, кости хладнокровных животных, остатки тропических растений в северных широтах, что только укрепляло учёных в этом мнении. Всё изменилось в 1837 году, когда Луи Агасис опубликовал свой труд «Теория ледников». Собрав воедино новейшие на то время геологические исследования, он подтвердил факт, который был известен скандинавским народам и без всяких его исследований. Ледники растут и уменьшаются, оставляя в процессе множество следов. Громадные валуны в полях, созданные трением борозды на скалах и каменные морены горных пород в тех местах, где до ближайших гор сотни и даже тысячи километров. Конечно, предположение Агасиса было принято учёными того времени крайне холодно. Ледник высотой в 100 метров на месте Парижа или Санкт-Петербурга звучал менее правдоподобным, чем даже библейский миф о всемирном потопе. Но геологическая наука не стояла на месте. К концу 19 века шотландский учёный Джеймс Кролл определил критерии, по которым можно было отличать ледниковые горные породы от всех остальных. А в начале 20 века сербский учёный Милутин Миланкович на основании трудов Кролла создал климатическую модель, позволившую точно рассчитать изменения климата. Как начинается ледниковый период? Одной единственной причины тут нет. И начало и завершение ледникового периода — это всегда целый набор факторов и обстоятельств. В этом смысле каждый ледниковый период уникален. Событий, запускающих ледниковый период, довольно много. В числе самых важных принято выделять увеличение отражательной способности поверхности планеты. Чем меньше площадь лесов, тем больше солнечного света зимой отражают снега. Тепло, которое могло бы сохраниться в почве, до неё не доходит, и климат становится всё более холодным. Другая причина — уменьшение количества парниковых газов в атмосфере. Метан, углекислый газ и водяной пар задерживают и рассеивают тепло солнечного света. И когда этих газов становится меньше, температура на планете тоже уменьшается. Подобные процессы могут быть результатом событий даже не на Земле, а в космическом пространстве. Эти события по своей природе цикличны. Есть термин «циклы Миланковича». Всего этих циклов три. Первый цикл связан с изменением орбиты Земли, от более круглой к более овальной. Миланкович предположил, что это происходит раз в 100 тысяч лет и влияет на сезонность земного климата. При более овальной орбите наша планета получает меньше солнечного излучения зимой и всё сильнее охлаждается. Второй цикл связан с наклоном земной оси. Наклон меняется в большую сторону или меньшую сторону с цикличностью в 41 тысячу лет. Чем больше наклон, тем жарче лето. А когда наклон уменьшается, зима становится холоднее и на планете накапливается лёд. Третий цикл связан тоже с колебаниями земной оси. И определяет, когда происходит летнее и зимнее солнцестояние, меняя распределение солнечного света по земной поверхности. В менее освещенных областях начинают расти ледники. Таким образом климат меняется постоянно. Просто по человеческим меркам он делает это невероятно медленно. Одна и та же планета Земля в разные периоды была и тропическим раем, и ледяным адом. Около 750 миллионов лет назад в геологический период с говорящим названием Криогений поверхность Земли была полностью покрыта ледниками. Этот период ещё называют Земля-снежок. Почти сотню миллионов лет наша планета провела подо льдом. Тут сыграли роль уникальные химические процессы. Углекислым газом атмосферу тогда насыщали в основном вулканы. Но газ переходил в осадочные горные породы из-за выветривания. Вся суша из-за тектонических процессов сдвинулась в район экватора, сформировав суперконтинент Родиния. К этому моменту углекислого газа в атмосфере почти не осталось. Парниковых газов таким образом было недостаточно, чтобы задерживать солнечное тепло. И планета оказалась заморожена. Ну как это выглядело? Минус 20 – самый жаркий день на экваторе и бескрайняя ледяная пустыня и над сушей, и над океанами. Та немногое многоклеточная жизнь, что уже успела освоить нашу планету, оказалась заперта возле немногочисленных горячих источников. Однако вулканы продолжали действовать, а сплошной лёд спасал горные породы от выветривания. За несколько десятков миллионов лет углекислоты накопилось достаточно для создания парникового эффекта, и льды растаяли. Суперконтинент Родиния, начавший разваливаться на части, оказался открыт для вновь возникших на Земле дождей и обогатил океаны фосфором и карбонатами, положив начало так называемой скелетной революции – Кембрийскому взрыву. Скелетной её называют потому, что в отложениях Кембрийского периода находят огромное количество скелетов самых разных живых существ. То есть жизнь на Земле именно тогда начала свой бурный рост. И жизнь эта смогла не только пережить самый долгий ледниковый период в истории Земли, но затем и завоевать всю планету. Последним и самым известным нам ледниковым периодом на Земле было Валдайское оледенение. Своё название эта эпоха получила от Валдайских холмов центральной части России. Этот ледниковый период случился в позднем Плейстоцене. Продолжался он 100 тысяч лет и закончился всего 12 тысяч лет назад. Современные данные позволяют заглянуть в этот удивительный мир и даже нарисовать его карту. Громадные ледники толщиной в 2-3 километра расползались южнее от Скандинавии и Уральских гор, доходя до самого юга России. Шотландия и Альпа обладались собственными ледниками. В Северной Америке от Аляски до Лабрадора в единый массив сливались ледники Кордильер и Лаврентийских гор. Климат был холоднее современного на 6 градусов по Цельсию и был гораздо суше. Значительная часть воды была скована во льдах. При этом в Сибири ледников практически не было. Осадки были редкостью и за пределами ледников простирались степи и редколесья, плавно переходящие в пустыню. Экваториальные леса Амазонии и Конго, которые мы считаем вечными, в то время представляли из себя сплошные саванны. Центральный хребет в Новой Гвинеи, Анды в Перу, в Боливии и многие другие горные области рядом с экватором были локальными центрами распространения ледников. И вот пока на суше копились огромные массы льда, уровень моря падал. На самом пике ледникового периода он был на 120 метров ниже современного. Многие современные острова были частью континентов, многие проливы были сухопутными коридорами. Британские острова, например, были частью Европы, а современный Берингов пролив соединял Евразию и Северную Америку. Этот последний момент оказался очень важным для человека. Благодаря маленькому перешейку у полярного круга в Евразии появились волки, потом одомашненные и превратившиеся в собак, а также лошади и верблюды. Ну а в Америку попали первые люди. Кажется, что такие перемены в экосистеме должны были нанести по ней серьезнейший удар. Отчасти так и вышло. Но для степных экосистем сухой и холодный климат ледникового периода стал эпохой расцвета. Уникальная природная зона того времени, в которой жили всем известные мамонты и саблезубые тигры, называлась Тундра-степью, а ее обитатели получили название в честь всеми любимого волосатого слона – мамонтовая фауна. Что же мог увидеть в Тундра-степи человек того времени? От западных берегов Европы и до самого Тихого океана перед ним были открыты бескрайние равнины. Настоящий океан трав от горизонта до горизонта, изредка нарушаемый случайными кустарниками и редкими деревьями у берегов рек. Сухая малоснежная зима делала этот растительный рай доступным для всех травоядных животных. Тундра-степь была такой же продуктивной, как современная саванна, и кормила огромных животных, невиданных на земле со времен динозавров. Одним из таких животных был шерстистый носорог – типичный представитель Тундра-степи. Он весил до 4 тонн и был похож на современных носорогов, но покрыт он был густым рыжим бурым мехом, спасавшим его от суровых зим. Гигантский рог, больше, чем у современных носорогов, мощный и длинный, был не только защитой, но и чем-то вроде лопаты, которой зверь расчищал снег в поисках еды. Ну и, конечно, самый известный зверь того времени – это мамонт. Огромные, покрытые густой шерстью мамонты, бродили по бесконечным травяным полям, периодически попадаясь под руку древним людям, для которых это был ходячий запас еды, костей и меха. Один такой гигант мог кормить собой целое племя древних людей несколько месяцев. Много было и животных средних размеров. Степные зубры, предки американских бизонов и европейских зубров собирались в стадами в десятки тысяч особей и постоянно мигрировали в поисках нетронутых пастбищ. Их соседями были предки современных лошадей и оленей. Конечно, не обходилось без хищников. Сибирская тундра степь была родиной современных медведей, которые позже расселились по всей Европе и Америке. Тут же охотились предки современных кошек – крупные и опасные пещерные львы. Но самым необычным и самым опасным обитателем тундра степи был человек. Небольшие племена первобытных охотников постепенно перемещались вслед за мигрирующими животными, захватывая все новые и новые ареалы обитания. При палеонтологических раскопках человеческие стоянки находят по всей тундра степи. Обнаруживают следы хижин из костей мамонтов и носорогов, первые грубые скульптуры, остатки одежды из шкур и даже украшения. Последний ледниковый период начал подходить к концу около 20 тысяч лет назад. Как вообще заканчиваются ледниковые периоды? В какой-то момент включается отрицательная обратная связь. Глобальное потепление запускают именно последствия глобального похолодания. Валдайское оледенение, например, закончилось, потому что в атмосфере стало больше метана. Чем ниже становился уровень моря, тем меньше метана могло задерживаться в воде. Метан запустил парниковый эффект, который, в свою очередь, заставил льды таять. Чем меньше было льда, тем хуже планета отражала солнечное тепло и тем активнее нагревалась. Около 10 тысяч лет назад Земля стала приобретать привычный нам сегодня вид. Большая часть ледников растаяла. Поднялся уровень моря, и океаны затопили многочисленные перешейки, создав новые проливы и породив новые острова. Саванны стали экваториальными лесами, а тундрастепи превратились в тайгу. Остатки мамонтовой фауны адаптировались, расселившись по другим экосистемам. И теперь уже сложно представить, что когда-то давно канадские бизоны жили рядом с казахскими сайгаками, а в Африке и Европе не существовало лошадей. Ледниковые периоды – это тот случай, когда изучение прошлого имеет прямое отношение к прогнозированию будущего. Уже сейчас мы имеем возможность прогнозировать изменения климата, и даже знаем, что широко освещаемое глобальное потепление может спровоцировать новый ледниковый период. Возможно, мы даже будем к нему готовы. Остается надеяться, что наши потомки будут разумнее относиться к возможностям планеты, чьи ресурсы мы и так уже существенно израсходовали. Редактор субтитров А.Семкин